Так, 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 а я иду шагаю по Сочи, да? Дорогие друзья и зрители нашего канала, семья, всем привет! Это Сочи Краснодарский край и с вами, как обычно, Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Также ко мне обращаются по вопросам ремонта и строительства, потому что я делаю это по лучшим ценам и лучшего качества, господа. Ну, в принципе, вся информация есть в описании к каждому ролику. А сегодня, как вы уже все поняли, мы находимся в Альпийском квартале, жилой комплекс Альпийский квартал на переулке Трунова. Я вот не знаю, обрадовать вас или расстроить, но почему-то лично меня немножко смутил тот факт. Я даже не понял, для чего это. Ну, давайте с вами посоветуемся вместе. Значит, только что у меня был показ, я клиентке показывал, и у меня запрос именно 64 квадратных метра, хотя в данном комплексе, повторюсь еще раз, жилой комплекс Альпийский квартал, вы можете найти площади, в том числе и у меня на продаже, от 34, господа, до 64 квадратных метров. Разные планировки, здесь масса объявлений, в основном все это фейковые объявления наших дорогих коллег, которые вывешиваются специально сюда, на балконы, для того, чтобы ловить своих клиентов, потенциальных покупателей. Но на самом деле ситуация следующая. В комплексе есть ряд предложений. Нужно понимать, что у застройщика здесь совсем ничего не осталось, пара пентхаусов по немножко неликвидной цене, ближе к полтинничку, ну и, собственно говоря, есть и подешевле, но и, соответственно, есть еще пару квартирок, которые продаются дороже, чем 300 тысяч за квадратный метр. Самое-самое дешевое – это 300 тысяч за квадратный метр. Естественно, обращаясь, допустим, к вашему покорному услуге Дмитрию Александровичу, вы получаете 300 с копейками, это уже будет, в принципе, квартира с ремонтом. А если мы говорим про квартиру Чернову, либо предчистовую, это будет у нас, господа, дешевле. Цена дешевле, конечно, чем застройщика, да, есть варианты и по 260, и по 270, ну, разные есть варианты, в зависимости, еще раз говорю, от планировок, от количества квадратных метров и так далее, и тому подобное. От этажности, от корпуса, ну, и от видовых характеристик в том числе, потому что здесь есть и видовые квартиры, нужно понимать, да, с видом на море. Слушайте, ну, можно по-разному относиться к муравейникам, да. Я как бы реалист, я понимаю, что кому-то это приемлемо, кому-то неприемлемо. Отказался бы я от квартиры в Альпийском квартале? Нет, не отказался бы. Сдаваться будет ли здесь в аренду? Да, конечно, будет. Насколько это жилье востребовано для, в принципе, пребывания в курортное время? Ну, не могу ничего сказать, но то, что до постоянного проживания, да, это было бы круто. Я, если честно, не хотел уже подниматься сейчас и опять идти показывать какие-то квартиры. Вот, я, может быть, парочку сейчас все-таки в конце видео все-таки покажу, чтобы она не была сухим, глухим таким. Но она меня просила не показывать эту квартиру, потому что она принимает решение. Меня удивил вот такой факт. 62 квадратных метра ей показали на днях, причем достаточно известный риэлтор, меня это поразило. Да, может быть, он что-то не знает. Он показал ей за 20 миллионов рублей. Да, я эту же квартиру ей показал за 18. Вот именно эту же квартиру. Ее-то как бы расстроил тот факт, что вот так вот произошло. В смысле, я обрадовал. Я ей говорю, я могу тебе еще сотку сбросить, еще с 18, еще сотку сбросить, чисто со своих комиссионных. Она говорит, не, не надо ничего не сбрасывать. Просто я им никому не показываю. Я как бы сейчас приму решение и так далее. Ну, я говорю, я, конечно же, оправдал своего коллегу, хотя я его не знаю. Ну, я его знаю через блоги, но я его лично не знаю. Поэтому я говорю, может быть, там снизилась цена и так далее. Поэтому такая вот история специфическая получилась у нас. Поэтому ее я показывать не буду. А может, пару вариантов какие-то поднимусь покажу. Слушайте, ну, ликвидное здесь жилье, да, ликвидное. То есть, если сейчас за квадрат сегодня, вот посмотрите, за моей спиной я сейчас повернусь, вот сюда смотрите назад внимательно. Вот видите, зелененькое, да, белозелененькое. Это оно что? Правильно, пар Горького. Вы знаете, сколько сейчас в апартаментном комплексе парки Горького? Я имею в виду, что смысл переплачивать в два раза за квадратный метр стоимость за пар Горького, за статус квартиры. Когда можно купить статус квартиры, грубо говоря, в альпийском квартале, да, абсолютно законный ликвидный объект. Или еще взять там апарт-отель у нас есть, да, в парке Горького, апартамент. Там вообще уже 16 квадрат-метров по 15 миллионов продаются 18 квадратов. То есть там зашкаливает стоимость под 800 тысяч за квадрат. Ну, какое-то имя. Это ликвидная была бы покупка? Нет, конечно, не ликвидная. Ради рекламы можно снимать много что. Но советовать своим клиентам купить абы что. Но это было бы глупо. Дорогие друзья, в общем, что я хотел сказать вам? Если, в принципе, для вас приемлемо жить в альпийском квартале, а здесь инфраструктура максимально развита на самом деле, ну, здесь, в принципе, все есть, да, прогулочные какие-то, наземные парковки, подземная парковка, да, она стоит денег там 3 ляма, ну, есть какие-то там перепродажи подешевле, но тем не менее. Если для вас сам по себе жилой комплекс альпийского квартала приемлемый, пожалуйста, набирайте, вы получите лучшие цены. Проверить это очень просто. Вы просто берете на самом деле, выбираете себе планировку, допустим, там 49 квадратных метров или вы хотите, может быть, там 62 квадратных метров, 64, там 34. Вы выбираете для себя определенную планировку, набираете мне и говорите, Дима, мне предложили вот это, вот это. Можешь ли ты сделать цену дешевле? Я вам говорю, что да, я могу. В 99% случаев я могу. Что касается инфраструктуры, конечно, здесь все максимально развито на самом деле. Все здесь есть, и где баскетбольчику играть есть, и ландшафтом полюбоваться есть. И детки здесь все, так сказать, уже освоились. Многие, конечно, делают ремонт, и придется вам определенное время это потерпеть. Но, тем не менее, как бы интересная концепция. Находимся мы, что называется, вокруг максимально развитой инфраструктуры, и больницы, поликлиники, пожалуйста, и остановки везде, пожалуйста, и в пешей доступности вы спокойненько за 10 минут дойдете до Новогинска или до Новагинска, кому как бы комфортно. Также за 10 минут вы дойдете до ЖД вокзала, вон же, еще раз говорю, вон вам пар Горько, вот он здесь в визуальной доступности. И, собственно говоря, что еще здесь? Два лицея, два детских садика, все здесь есть. Ареда вот она, прямо через дорогу. Ну, здесь все есть, господа. То есть, все для жизни, но вот, мне кажется, этот комплекс больше все-таки для жизни. Не для того, чтобы купить здесь квартиру и посуточно ее сдавать. Будет она сдаваться посуточно? В летний период времени 100% будет. Зимой большой вопрос, ну, тоже, наверное, будет, но не настолько, как бы вам хотелось. Тогда лучше взять какие-то апарты интересные. За эти деньги, может быть, стоит взять какой-нибудь типа Виндом Ромады или Гранда, или там, может быть, еще что-нибудь там. Марина Гарден, 4 звезды. Ну, то есть, есть что взять, как бы, потому что все-таки это стоит денег. Но в конкуренции, это в конкуренции. Короче, за лучшими ценами, пожалуйста, ко мне. Я вас всех крепко обнимаю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Читайте информацию в описании под роликом. Ну, давайте что-нибудь вкратце по территории, и, может быть, еще поднимусь к каким-то пару планировок, чтобы видео не было сухим, покажу вам, да? Давайте промежуточно крепко вас всех обнимаю. Так, ну давайте, вот я вам наведу, вы посмотрите, какое количество баннеров, собственно говоря, да? Слушайте, фасады симпатичные. Давайте, даже пройду быстренько, по кругу покажу вам. Это верхняя, так сказать, часть территории, да? Вот, внизу, что мне здесь нравится? Что мне лично здесь нравится? Достаточно количество коммерции, да? Уже частный садик, уже аптека, уже, значит, кофе Екатерина Андреевна очень любит это, как называется, серф-кофе, или как-то вот так вот называется, известная, значит, кофейни такие. В принципе, деткам есть где поиграть, сейчас небольшой ландшафтик тут есть, в принципе, вам покажу. То есть, перекресток заехал уже сюда, поэтому, что касается коммерции, по коммерции достаточно неплохо, достаточно неплохо все сделано. Вот, по поводу, так сказать, ландшафтного дизайна, тоже все неплохо, достаточно здесь немножечко растет, тут немножечко, ну, в общем, как бы, есть, чем, что называется, полюбоваться. Смотрите, как красиво у нас уже здесь все распустилось, обратите внимание. Ну, ничего, в процессе, в процессе, но уже насколько все это приближается, да? Внизу, еще раз говорю, перекресток с шикарным, шикарным, конечно, продуктовым наполнением, от слова с шикарнейшим продуктовым наполнением. Также, пожалуйста, если вы на спорте, здесь вы позанимались спортом, в принципе, достаточно, отжимания, подтягивания вам обеспечены. Ну, и, соответственно, если вы на, в принципе, футбольчике-баскетбольчике тоже вот поиграли спокойненько здесь, да? Также, кто аллергик, имейте в виду, есть, здесь неподалеку растет мимоза. Одна, правда, я увидел одну только, но, тем не менее, она есть. Вот. Ну, и детская площадочка. Детская площадочка тоже имеется. Вот, в принципе, плюс-минус такая история. Давайте еще пару квартир, и на этом, как бы, подытожим. Все, что вам нужно знать, я вам сказал. Позвонили одному, второму, третьему, определились примерно плюс-минус планировкой, или сразу набрали мне и сказали, Димыч, нам столько-то квадратных метров, сделай для нас лучшую цену. Все, это все, что нужно вам знать про аркейский квартал и про любой жилой комплекс в городе Сочи, про любой дом, про любой земельный участок, про любую коммерцию. Кстати, коммерция здесь тоже есть на продаже. Мои коллеги, они прям плотно-плотно занимаются коммерцией здесь, в этом комплексе. Просто сидят на коммерции, и все. Поэтому, ну, может быть, кому-то что-то надо. Набирайте, советуйтесь, на WhatsApp пишите. Номер телефона всегда в левом нижнем углу утра. Я вас хочу разочаровать, или наоборот, обрадовать. Все эти предложения, вот кто-то говорит, у меня 50 предложений, у меня 150 предложений, у меня 35 предложений. Ребята, они все одинаковые, понимаете? Мы все предложения черпаем из одних источников. Мы все их прекрасно знаем. Вопрос просто, кто даст какую цену. Это все. В этом вся конкуренция между риелторами. Вот и все. В аппетитах. Кто-то работает сам на себя, у кого-то своя юридическая форма образования. Допустим, как Дмитрий Александрович. Есть ООО, есть ИП. Вот какая вам по кайфу, пожалуйста. А вот кто-то работает на компании, а там не могут себе позволить делать вам скидки. Поэтому это нормальная история. Нужно к этому спокойно относиться. Хорошо. Так, еще раз. Предварительность их обмен. Карточку прислонили, зашли. Почту проверили. Налив сели, естественно, понятное дело. И пассажирский, и грузовой. Все это, господа, есть. Кстати, холы с высокими потолками. С консьержами, с пультами, с подсветками, с высоченными потолками. Можно здесь полежать. Можно здесь посидеть. Все красиво. Интересно свет. Сейчас свет не горит, но я сейчас даже включу вам покажу. Вот так все. Вот так все красиво. Хотите со мной поздороваться? Семья, всем привет. Привет, это Сочи, Краснодарский край. Так, ну вот так вот все красиво, да? На каждом подъезде. В каждом подъезде так. Выключим ради экономики, чтобы жители не платили много денег. Да. Кнопочку нажали, вышли. И кресточек у нас, хотите, я покажу быстренько. Эти строительные магазины здесь уже открыли, вот здесь вот прям, не отходя от кассы, что называется, да? Ну, вон вход он, господа, не пойдем, ладно? Вон вход, перекресток, вон. И он, конечно, с нереальным наполнением просто, с нереальным. Давайте я лучше вам это. Все-таки наберу их сил, пойду вам пару квартир покажу, которые сегодня я ей показывал. Уже чувствую, как кто-то напишет, Дмитрий Александрович, ну что ты, обленился, не можешь дойти показать магазин? Ну, я вам точно говорю, что здесь в квартале заполнение, заполнение именно коммерческое, будет шикарно, здесь все будет. Вот вам детский садик, про который я говорил. Реклама, да? Вот вам, пожалуйста, реклама этой истории всей. Ну, что там, ходить, что ли, по нему? Здесь все и так ясно, все понятно. Кто не был когда-либо в перекрестке? Кассы самообслуживания, обычные кассы, ну и масса всего, господа. Это любит вся страна, весь мир, ну и так далее, и тому подобное. Но, в общем, перекресток соответствует своему уровню. Поэтому, все здесь чинно, благородно. Сразу все хочется купить. Классное наполнение. Не будем на этом зациклиться. Перекресток, в принципе, есть перекресток. Ну, для примера, смотрите, что мы сегодня с ним смотрели. Седьмой корпус, шестой этаж. 34 квадратных метра. Вот мы заходим, соответственно, сразу у нас получается здесь зона санузла, кухонная зона. Ну, я вам хочу сказать, что у нас умудряются такие квартиры планировать даже в Евродвушке. Я вам так хочу сказать. Мы с Романом Николаевичем на это точно способны. Вот на сегодняшний день цена 11,5 миллионов. 11,5 миллионов рублей. Вот, чтобы у вас было понимание. Выход на балкон, получается, две световые точки. Она светлая, она достаточно просторная, если из нее пятикомнатную квартиру не делать. Ну и, собственно говоря, есть у нас выход на балкон. Вот такая вот история. Для примера вам. Ну, смотрите, какой еще сегодня мы смотрели. Это у нас получается с вами второй корпус. 14 этаж, 48 квадратных метров. Стоимость у нее 16 миллионов. Смотрите, вы заходите, здесь уже вы видите, да? Стяжка пола, теплые полы, везде конвекторы выведены, электрика, штукатурные работы произведены, да? Смотрите, здесь получается у нас санузел. Здесь по сантехнике, вы не видите, к сожалению, да? Темновато, уже все выведено по сантехнике. Ну, здесь подушевую кабину достаточно места. Дальше, получается, у нас с вами здесь кухонная зона. Тоже обратите внимание, выведены, пожалуйста, и мокрые точки, и по электрике все абсолютно выведено. И здесь, получается, вы можете спланировать, естественно, как такую евродвушку, да? Выход у вас на балкон. И вот у вас изолированная спальня. Значит, сразу вам скажу, ну, ладно, потом скажу в конце видео. Вот, и вот у вас изолированная спальня уже, соответственно, с окном, да? Трасса кондиционера выведена. Давайте покажу вам. К сожалению, у нас темнеет. Видите, я же не хотел сегодня идти вам ничего показывать. Думал, поработаю с клиентом, а все. Есть видовые характеристики, конечно, больше мне нравятся, чем на предыдущей квартире, но, сами понимаете, этажность, господа, этажность и, соответственно, другой совершенно вид. Ну, вот такую мы еще смотрели тоже. Еще на 3 квадратных метра меньше, соседнюю тоже мы сегодня смотрели. Она на миллион дешевле, 15 миллионов стоит. Смотрите, вот мы заходим. Та же самая история. В принципе, предчастовая отделка. Тут у нас тот же самый санузел. Здесь вы уже ничего не увидите, господа, прошу прощения. Ну, и две, получается, у нас комнаты, да? Из одной вы делаете кухню-гостиную, и с другой, соответственно, с вами. Ну, так как здесь уже спланировано, собственно говоря, выведено здесь уже все под кухонную зону. Вот. Обратите внимание, господа, в принципе, вид здесь абсолютно такой же. Абсолютно такой же вид. Ничего нового. Сейчас вам покажу. Ну, здесь можно, на самом деле, еще переделать. На ваше усмотрение, может быть, вы как-то по-другому всю эту историю видите. Ничего сверхъестественного, можно и по-другому, собственно говоря. Плюс-минус, они идентичные комнаты. Ну, на миллион дешевле. Может быть, кому-то нравится такая планировка. Так, еще вот эту мы сегодня смотрели, но ее можно показать вам. 62 квадратных метра, причем, чтобы у вас было понимание, за 17500 мы ее смотрели. Это распашонка. Вот многие планируют ее следующим образом. Заходим сюда. И вот здесь можно как просто ставить кухню-гостиную, а можно здесь, на самом деле, сделать из этого полноценную, я вам хочу сказать, из этого только помещения евро-двушку. То есть, вот, допустим, ставится перегородка здесь, да, и вы изолируете полностью спальню. Кто-то здесь делает дополнительно второй еще санузел. Ну, пространство достаточно. 62 квадратных метра. 62 квадратных метра. Здесь у нас получается, вы весь видите двор, собственно говоря, да, с высоты птичьего полета вы можете понаблюдать за ним. Давайте я на ту сторону тоже пойду, покажу вам. Вот таких квартир несколько есть в комплексе на продаже сейчас. Ценовая политика разная. Ну, вот есть одна, которую я, говорю, я показал ей за 18-то. Ну, и вот еще, кстати, из района спальня. Кто-то здесь делает отдельно себе еще здесь второй санузел, видите, потому что здесь тоже стояк коммуникации есть. Ну, вот я и показал ее подешевле, чем ей показать до этого. Ну, и выход на это. Мне распашонки нравятся, потому что, в принципе, это неплохая планировка, когда у тебя квартира как бы на две стороны света, да, смотрит. В принципе, это даже неплохо. По-моему, неплохо. По-моему, достаточно неплохо. Не хочешь на один балкон, на второй балкон. Поэтому можно спокойненько сделать там кухню, изолированную спальню, ну, кухню-гостиную, небольшую, изолированную спальню, и здесь уже родительскую спальню со своим санузлом. Ну, вот, пожалуйста, цена 17562 квадрата, вот, тоже как вариант. Ну, ладно, темнеет, больше тогда не буду ничего себе показывать. Быстро у нас темнеет, знаете ли, в Сочи. Вот это меня всегда смущало. Особенно, ну, в зимний период времени, непонятно, пять часов уже темно. Летом ближе к семи, холодает и темнеет. Смотрите, но на самом деле предложений большая масса, это правда. Плюс-минус, они у всех одинаковые, как я и говорю. Вопрос в аппетитах, в аппетитах риэлторов, поэтому по любым объектам можно торговаться. Конечно, опять же, в рамках разумного никто вам не сделает на квартиры миллионные скидки, миллионные. Но вот сегодняшний прецедент, скажем так, был необычен тем, что цена разошлась между моим показом и предыдущим показом в 2 миллиона рублей. Это, конечно, было нечно. Было нечно. Ну, посчитаем, что это может быть какая-то дезинформация самого специалиста, потому что никто ему не заплатил какие-то комиссионные. Это можно даже не мечтать, поэтому я думаю, что может быть какая-то техническая ошибка. Может быть, просто человек реально ошибся, такое тоже может быть. Случайно что-то запамятовал, другую цену назвал, например, что-то перепутал. Такое может быть. Все, дорогие друзья, в принципе, с альпийским кварталом мы разобрались. Все, как я говорил, в пешей доступности. Если у вас есть желание, можно прогуляться отсюда, приехать на переулок Трунова, прийти в альпийский квартал, прогуляться пешочком до ЖД вокзала, до парка Горького, да, может быть, вы заходите дойти до морпорта, там придется немножко подольше пройти вам, но тем не менее, вы все равно спокойно дойдете до туда. Может быть, конечно, не 10 минут уже, а 25, но тем не менее, вы дойдете. Я вас всех обнимаю, я всегда для вас на связи. Пока, семья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok